приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре в его stars на этом уроке мы продолжим говорить о прямых трансляциях я вам дам три совета которые увеличат эффективность ваших трансляций и в рамках этого урока мы с вами рассмотрим как настроить и вести прямые трансляции через прекрасный сервис restream как же увеличить эффективность ваших прямых трансляций о проведении живых встреч онлайн можно говорить долго об этом существуют целые курсы я вам дам только три совета совет номер один у вас должен быть четкий план вашей прямой трансляции если вы внимательно изучили советы которые вам дала юля лихачева по написанию продающих текстов если вы помните структуру продающего поста аида ваша прямая трансляция должна придерживаться схеме продающего поста в первую очередь вы должны привлечь внимание ваших потенциальных зрителей названием вашей трансляции оно должно быть не каким-то повествовательным а давящим на те боли людей для которых вы проводите прямую трансляцию конечно в первые минуты необходимо произвести то что называется вовлечение зацепить аудиторию вот все что делают спикеры говоря что они рады вас видеть все просьбы написать из каких вы городов и так далее это все элементы вовлечения вас в разговор в прямую трансляцию конечно очень хорошо работает когда вы сразу говорите что будет вашей прямой трансляции когда вы удерживаете зрителя информации о том что в конце трансляции будет какой-то подарок либо будет что-то наиболее интересно чтобы люди досмотрели вашу прямую трансляцию конечно должно быть живое общение то есть когда вы говорите как живая голова не общаясь с людьми которые в прямом эфире пишут вам задают вопросы то есть если нет вот именно этого общения нет вот этого диалога то конечно такие прямые трансляции не очень хорошо смотрится конечно вы должны показать свою экспертность дать какую-то полезность ради чего люди пришли на вашу прямую трансляцию они пришли за какой-то практической пользой эту практическую пользу вы должны людям дать и самое важное завершение трансляции либо правильнее сказать призывы к действиям call to action очень часто настоящие специалисты могут очень хорошо рассказать о своем продукте они просто живут им и люди даже преображаются когда начинают рассказывать о своем любимом деле но трансляция завершается банальным спасибо что у нас были до свидания ради чего вы проводили прямую трансляцию какая цель была этой прямой трансляции конечно целью подписать человека вашу структуру в идеале либо пригласить человека на консультацию к вам это глобальные цели это то ради чего мы совершаем всю активность на наших страницах социальных сетей но можно ограничиться хотя бы просьбой к людям поделиться вашей прямой трансляции написать комментарии вы сказать ваше мнение прямой трансляции вот все это будет такой как бы платой за тот труд за ту пользу которую вы дали людям в своем прямом эфире обязательно делайте это то есть должно быть какое-то завершение обязательно какой-то призыв действия связываться с вами либо хотя бы добавляться к вам друзья делиться ваши трансляции писать комментарии и так далее все это будет приводить к вирусному распространение записи вашей трансляции по другим страничкам в соцсетях и наиболее типичная ошибка которую например я вижу в эфирах специалистов это как раз нет никакого призыва к действию трансляция прошла и на этом все закончилось второй совет проводите прямые трансляции регулярно и проводите их сразу в несколько социальных сетей самый простой и эффективный способ реализации трансляции в несколько социальных сетей использовать сервис restream именно о нем я сегодня и вам буду рассказывать и третья рекомендация она конечно для кого-то может показаться не совсем честной проводите повторные привые трансляции одну хорошую прямую трансляцию которую вы сделали на энтузиазме на каком-то внутреннем порыве запись этой прямой трансляции можно прокручивать много раз другое время по другой целевой аудитории как это делается я тоже вам расскажу в рамках этого урока итак начнем сервисы restream сервис который позволяет одновременно прямую трансляцию вести в несколько социальных сетей под видео на страничке урока будет ссылка на этот сервис кликайте на ссылку и вы попадете на главную страничку сервиса restream сервис англоязычный желательно при регистрации использовать почту gmail на эту почту всегда будут доходить письма но мой основной аккаунт зарегистрирован на почту mail это же письмо пришло я уже успешно пользуюсь этим сервисом он мне очень нравится сервис restream имеет два пакета бесплатной которого вам очень надолго хватит и возможно кто-то даже никогда и не будет задумываться о покупке платного тарифа и есть платный тариф имеющие дополнительные функции о некоторых из них я тоже немножко расскажу для регистрации заполняем три поля которые вы видите сразу же прямо на главной страничке и здесь же вы сразу же видите как работает этот сервис ваша прямая трансляция идет одновременно в несколько социальных сетей то есть сервис позволяет транслировать одновременно на 30 платформ да конечно большинство из этих платформ а это игровые платформ они нам не нужны но есть все наиболее популярные социальные сети и так регистрация придумываем логин по-английски в поле e-mail вставляю адрес своей электронной почты на которой я буду проводить регистрацию придумываю пароль пароль должен быть английские буквы и цифры достаточно длинный сразу пароль сохраните он нам будет очень нужен заполнил поля нажимаю на кнопочку sing up зарегистрироваться если появится капчи как моем случае меня просят выбрать клеточки на которых отображены пешеходные переходы я выделяю где у меня на картинке пешеходный переход нажимаю next вот сейчас меня просят отметить где у меня велосипеда возможно иногда придется ответить на несколько картинок вот регистрация прошла вам предлагают сохранить пароль если у вас стоит расширение lastpass однозначно сохраните в lastpass если не установлено как вот в этом тестовом браузере я могу конечно сохранить браузере к чему это может привести я уже несколько раз говорил повторять не буду итак мы зарегистрировались и сразу же нам рестрим предлагает добавлять канал канал это как раз место куда будет идти ваша прямая трансляция для того чтобы добавить канал в данном браузере вы должны быть авторизованы в ваших социальных сетях в которые вы планируете вести трансляцию я специально видите открыл мой тестовый профиль который я создал и развиваю в рамках этого тренинга игорь вивастаров и сейчас я в первую очередь добавлю именно профиль социальной сети вконтакте нажимаю на кнопку добавить канал передо мной открывается список социальных сетей и платформ в которых могу вести трансляцию внизу появляются дополнительные платформы которые вы можете вести трансляцию на платном тарифе но обратите внимание на бесплатном нам более чем хватает я ищу vk live вот там во второй строчке щелкаю на vk live и нажимаю на кнопку подключить vk live даю разрешение сервису получить доступ к моему аккаунту нажимаю разрешить и у меня появляется первый подключенный канал вот в два клика я подключил трансляцию вконтакте я хочу подключиться к ютубу к одноклассникам к фейсбуку и так далее нажимаю на кнопочку добавить канал и ищу youtube авторизация на ютубе также должна быть у вас в этом браузере и так вот мой youtube канал который я создавал в рамках тренинга и сейчас я его подключу вторым каналом на свой только что созданный аккаунт рестрим нажимаю добавить канал youtube можно подключить youtube ивент и youtube стрим принципиальной разницы для нас нет но я вам рекомендую подключаться как youtube ивент то есть события нажимаю подключить youtube ивент выбираете свой аккаунт здесь у меня два канала также просто игорь черноусов и игорь вивастаров то есть мне нужно подключить именно игоря вивастарова подключаю этот канал но у вас возможно будет только один выбор нажимаю разрешить разрешить сервису рестрим использовать мой канал для ютуба рестрим выдаст вот такое сообщение что вам необходимо перейти на youtube и включить там прямую трансляцию я нажимаю на кнопочку перейти на youtube мне уже сам рестрим создал прямую трансляцию все что нужно будет сделать у вас всегда на канале будет как бы висеть созданная прямая трансляция в которой будет вестись трансляция средстве мы все что вам нужно было сделать возвращаемся снова на рестрим и окошечко специально не закрывал выбранных настройках можете ничего не менять нажать просто на кнопочку сохранить для того чтобы ваш youtube канал в рестриме стал активной щелкните вот на этот переключатель и теперь у вас появился второй источник для вещания ваших трансляций youtube по аналогии вы можете добавить перископ может добавить facebook можете добавить одноклассники следующем ролике я вам покажу свой рабочий аккаунт рестрима и увидите какое количество каналов у меня добавлено добавили нужные вам каналы большинство из них добавляются точно так же как контакт то есть никаких дополнительных действий не потребует исключение вот только youtube сейчас у вас практически все готово для проведения прямых трансляций рестрим позволяет ввести прямую трансляцию с использованием софта о котором я расскажу закрытой части это программа obs либо xplit это программа которые позволяют создать вам практически домашнюю студию нам сейчас это пока не потребуется нам потребуется трансляция через веб-камеру вот значок который у нас расположен чуть чуть правее я щелкаю веб-камера нажимаю еще раз войти в live studio и передо мной открывается окно для трансляции под окном трансляции вы будете видеть изображение микрофона то есть вы можете включать или выключать звук это наиболее важно когда вы ведете прямую трансляцию с кем-то вы можете также включать либо отключать видео то есть управлять трансляции как мы это делаем например в зуме появилась очень хорошая кнопочка которая называется показывать рабочий стол если во время прямой трансляции вы рассказываете о каком-то сервисе какой-то программе вы можете включить демонстрацию своего рабочего стола делается через кнопочку показать экран и появилась еще одна замечательная кнопка который раньше не было это пригласить на прямую трансляцию человека то есть вы можете вести трансляции вдвоем ну например как это сейчас реализовано в instagram перископ и как это раньше было на ю тубе всегда можно было приглашать в свою комнату несколько человек до 20 кажется было на ю тубе раньше и общаться с людьми вот так вот живую плюс еще чтобы вас видели также есть кнопочка настройки вот я сейчас подключил вторую камеру через одну камеру я записываю программу camtasia вот вторая камера которыми работает чуть хуже это встроенная камера ноутбука так повернул немножко экранчик чтобы себя было получше видно то есть сейчас все готово к началу прямой трансляции если я сейчас нажму на кнопочку life то у меня пойдет прямая трансляция она пойдет у меня сразу на два канала это мой профиль вконтакте и на мой youtube канал чуть правее вы видите чат то есть если кто-то будет у вас писать в социальных сетях под вашими прямыми трансляциями вы будете все это видеть вот здесь и также можете отвечать очень удобно согласитесь очень просто то есть два клика я подключил нужные мне социальные сети вошел в студию и все готово для того чтобы начать трансляцию я нажимаю live происходит сообщение что идет connect появился значок life вот я сейчас нахожусь прямом эфире я сейчас перейду на свою страничку вконтакте у меня на моей странице появится это прямая трансляция мой закрепленный пост он не изменяется и вот после закрепленного поста идет живой эфир если люди здесь будут что-то писать вот здесь вы это будете видеть у себя в чате для того чтобы закончить прямую трансляцию я нажимаю просто на кнопочку finish подтверждаю что до через несколько секунд трансляция закончена говорю что да все окей можете здесь что-то написать и опять же поделиться этим сообщением возвращаюсь на свою страничку вижу свою уже завершенную прямую трансляцию как вы обратили внимание вот в левом уголочке было оповещение контакта для моих друзей и знакомых из данного профиля что я начал проводить прямую трансляцию это как раз и есть та возможность о которой я говорил что ваши прямые трансляции продвигаются самой социальной сетью вот так практически за несколько секунд я настроил прямые трансляции несколько социальных сетей следующем ролике я расскажу о более тонких настройках этого сервиса внимательно посмотрите этот ролик и расскажу о том как вести запланированные прямые трансляции не прощаюсь